Здравствуйте, уважаемые друзья и подписчики! Сегодня я хочу вам рассказать версию, именно версию, подчеркиваю, того, как устроена наша матрица, как устроена система управления, не только в Российской Федерации, но и в принципе по всему миру. И сегодня мы с вами попытаемся разобраться, я просто версию эту расскажу, тогда вам будет понятно, что же мы хотим. Ну, я в частности, да, и другие люди и блогеры, которые по нашей стране эту тему поднимают, тему живых, тему мертвых, тему различия между мертвыми документами и живыми людьми. И тогда вы будете лучше понимать все эти видеоролики, которые находятся также на канале «Камчатка.Россия.Мир.Самое интересное» и в других социальных сетях под аккаунтом Александр Каменюк. Либо в Телеграм-канале «Камчатка.Россия.Мир.Самое интересное». Причем я вам рекомендую все-таки на Телеграм-канал подписаться, потому что на Ютубе определенные видео уничтожают, вырезают, причем без объяснения причин. В частности, видео, в котором я отправил бланк-паспорт Российской Федерации в почтовый ящик через АО «Почта.Россия» и обратно в системе юридических лиц Российской Федерации, он был удален с Ютуба без объяснения причин, хотя до меня ни одного оскорбления, ничего вообще не прозвучало, даже какого-то малейшего намека на какое-то там, может быть, неправильное поведение или нарушение правил канала. Точнее, правил Ютуба. Но вы зайдите в Телеграм, там очень многие видео остаются, не удаляются. Но Телеграм пока принимает все, поэтому посмотрите, пожалуйста. Я думаю, тогда вам очень много станет понятно из того, что я делаю, что я говорю, что говорят и делают другие общинники земельно-родового община Руссы Камчатки. Кстати, ссылочку на сайт общины я тоже на всякий случай прикреплю к данному видео. И также ссылочку еще на одну статью интересную, в которой автор также пытается разобраться в том, как же все-таки наша система устроена, в том числе и система осуществления правосудия. Пожалуйста, почитайте, посмотрите, давайте вместе обсудим эти вопросы. Ну, я думаю, что будут разумные комментарии по данным видео для тех, кто немножечко начал вообще в эти вопросы вникать. Есть такая версия, я думаю, что вы это чувствуете тоже, что, в общем-то, в этом мире все построено на свободе выбора и свободе воли. На этих двух принципах. Кто так называет коном свободы выбора, одним из конов мироздания, коном свободы воли. Суть, наверное, не в этом, а суть в том, что те люди, которые систему простраивали, вот во современном мире, системы управления, в нее включаются, безусловно, и финансовые рычаги управления, и политические, и юридические. Итак, версия, как устроена система. Когда ребенок рождается в роддоме, на него создается справка. И в этой справке написан домовой вес, рост и прочее. Через какое-то время, например, там через месяц, два, может быть, через две-три недели, родители идут в ЗАГС и создают учетную запись. То есть, они дают имя этой учетной записи. Ну, мы думаем, что ребенок, но ребенку. Но ребенок уже наличен, может быть, даже еще до того, как он родился, родителями был. До того, как он народился, да, как говорят тоже. Фактически, учетная запись создается в ЗАГСе. И родителям на руки, когда они отдают справку о том, что их ребенок живой в ЗАГС, в руки выдается свидетельство о рождении. И вот считается, вот эта уже версия идет, да, что вот это свидетельство о рождении, это некая ценная бумага, как раз-таки, которая является тем самым векселем, по которому государство или те структуры, так как государств именно в классическом понятии сейчас фактически уже нет, они как бы по этому векселю обязываются платить ребенку, содержать его, потому что вексель дается кем? Правильно, как в одном из комментариев Наталья Рыбкина написала под нашим видео, что вексель дается должником, своему кредитору, с обещанием векселодержателю потом отдать деньги в дальнейшем. Якобы государство и те структуры, которые управляют людьми, пытаются соблюсти принципы добровольности, принципы кона свободы воли, кона свободы выбора, они вроде так же как бы и обещают содержать этого ребенка. Ребенок – это уже термин чисто юридический, относящийся, как правило, к физическому лицу, то есть раньше мы говорили дети, чадо, мальчик, девочка, это более правильно надо говорить. Так вот, когда родился мальчик или девочка родились, получили справку, родители справку отдали, потом ЗАГС, средство рождения выдано органами управления, и поэтому средство рождения, по идее, в дальнейшем, это чадо, мужчина, женщина, которые вырастут из мальчика или девочки, они могут получать на свое содержание финансовые средства необходимые. Это, скажем так, базовый такой принцип системы управления, то есть они вроде как бы соблюдают перед первотворцом, захватив власть на всех континентах, тогда соблюдают вроде как бы необходимые условия обеспечения человека, рожденного на этой земле. В дальнейшем, когда человек взрослеет, есть такие понятия, как 7 лет, не подавал там голоса о себе, да, там и так далее, это вы в статье про счете, которая будет прикреплена к этому видео, под видео. Так вот, допустим, сейчас у нас 14 лет, да, два раза по 7, 14 лет, молодой человек уже, юноша, мальчик или девушка получают так называемый паспорт. Паспорт это тоже ценная бумага, но уже немножко другого рода. Если в Советском Союзе паспорт выдавали в 16 лет, как вы помните, да, там человек считался уже дееспособным, юноша или девушка, и прописывался он в этом паспорте как гражданин. Гражданин имеет права и, соответственно, несет определенные обязанности. Но советское государство худо-бедно, оно заботилось в плане социальном об обеспечении юноши, девушки, да, и о том, чтобы они в дальнейшем, скажем так, имели постоянное место жительства, да, то есть, заботились о выдаче квартир, при условии, конечно, они трудятся там где-то на каком-то заводе, фабрике и так далее. Но они, естественно, обеспечивали этими местами рабочими, как тогда называлось, да, более правильно трудовыми. Вот, хотя, опять-таки же, я не к идеализации советского строя сейчас, я просто говорю для сравнения. Вот, то в современной Российской Федерации, вот этот документ, он уже прописан немножко по-другому, то есть, этот документ создан на физическое лицо, на мертвое лицо, скажем так. Капсловка дойдет, это либо аббревиатура какого-то юрлица, название, да, предположим, как сейчас у нас, да, но издревле это написание было раба, как, опять-таки, считается по некоторым источникам, я все повторяю, что это версия. Вот, а в современном мире это вроде как бы тоже раб, который ничего уже не имеет, ни на что не имеет прав, а просто вот раб, который всем должен, и должен, в частности, в этой системе управления. И получается, что приходит юноша или девушка, дают свое свидетельство о рождении, в ЗАГСе снимают с него копию с этой ценной бумаги, по этой ценной бумаге система уже имеет возможность получать как бы средства, потому что человек дал добровольно снять со своей ценной бумаги копию, а по копии тоже, ну, как считается, опять-таки, что версия, можно снимать определенные деньги с тех самых, вроде бы, как бы существующих коллекториальных счетов, там, которые заведены на каждого при рождении, но, опять-таки, это все версия, я это не щупал, не видел, не могу вам пока это доказать, я просто вот рассуждаю, как это все может быть устроено. Об этом говорят некоторые блогеры, они, правда, тоже не могут этого доказать, мы, в общем-то, все двигаемся сейчас на ощупь, как я уже говорил, пытаемся разобраться в том, как устроена эта система. И выйти из системы, это не то, что, знаете, там, значит, уйти, взять котомку, уйти в лес, там, вырыть себе землянку и там жить. Выйти из системы, это именно выйти из системы манипулирования лжи и унижения прав и свобод человека для того, чтобы взять свое, как говорится, дальше уже посмотреть, как действовать. Ну, об этом тоже еще позже как-нибудь расскажу. Получается, мужчина, девушка, там, юноша, девушка, мужчина, женщина, да, получив паспорт, заключают, помимо того, что это некая ценная бумага и, возможно, тоже некий вексель, есть такая версия, но я считаю, что это договор доверительного управления, по которому, не понимая того, девушка, юноша, мужчина, женщина передают все свои активы по первоначальному векселю, да, держателям которого они являлись в последствии рождения, право на управление имуществом неким третьим лицам, бенефицарам, скажем так, которые от этого управления получают дивиденды. Миллиарды от продажи нефти, газа, миллиарды долларов выводят в офшоры, там богатеют, жиреют, и у нас здесь жиреют, богатеют на территории России. И всю жизнь в дальнейшем люди, которые получили паспорт и не осмыслили правильное отношение к нему и к тому, что это некий договор, и никогда не интересовались, что этот договор, они себя привязывают самостоятельно к этой персоне, а это учетная запись, персона, например, Иванов, Петр Сетибанович, допустим, Каменюк, Александр Борисович, это просто учетная запись, персона, учетная запись в системе Российской Федерации. По этой учетной записи, когда вы приходите, например, с паспортом куда-то там, ну, в банк, например, брать кредит или куда-то еще там, вы даете снимать, как правило, копию с этого документа, и по этому документу, допустим, в банке получают те деньги, которые должны вам почитаться, и только какую-то долю вам дают в кредит, и вы потом еще бегаете, как дурачок, облапошенный, и вы эти деньги возвращаете обратно. Ну, это, опять-таки же, как версия, я сейчас вас ни в чем не убеждаю, просто рассуждаю о том, как, возможно, устроена эта система управления, чтобы вы тоже поняли немножко. Или, может быть, начали двигаться в этом направлении, тоже мне что-то посоветуете по этому поводу. Далее, например, понятие физическое лицо, оно разное абсолютно есть, например, буквально недавно мне попалось определение в справочнике по морскому праву, причем этот справочник был еще в советское время, издан в 1985 году, причем военно-издат, серьезное издательство. И там было четко написано, что физическое лицо – это человек, за деятельность которого государство несет ответственность, государство, гражданином которого он является. То есть здесь тоже присутствует гражданин и человек, то есть физическое лицо все-таки вроде как бы гражданин и человек, согласно определению данному. Но есть один нюанс, что государство несет ответственность за его деятельность. То есть, по сути, государство несет ответственность полностью за деятельность человека, который признал себя физическим лицом. Из этого можно тоже какой вывод сделать, что люди, которые заключают некий договор управления доверительного, и по этому договору у них есть опекуны, о чем многие люди тоже говорят, и блогеры, которым удавалось эту форму П-1 получить, говорят, что там потом в этот договор, в заявку, вписываются опекуны, которые, в общем-то, получают потом деньги с этих коллекториальных счетов, ваши деньги, то есть того человека, который добровольно подписал этот договор, естественно, без понимания, он был обманут, как и все мы, естественно, нас обманывали, нам условия договора не раскрывали. Но, тем не менее, кто-то получает за это деньги. Но считается, что основным опекуном является МВД, и что эта учетная запись, в принципе, является продуктом, произведением, авторским произведением МВД. И они, в принципе, должны нести за него ответственность, либо другие представители официальные Российской Федерации. И поэтому и в судах тоже, когда вас начинают, типа, устанавливать вашу личность, вас начинают там пытать судья, вы каменек? Нет, не каменек. Каменек – это учетная запись в вашей системе. Я мужчина, собственно, Александр. Ну, к примеру, я вам говорю, да. Также в других, во всех местах там и прочее. Вы родились? Нет, народился. Вы где там, допустим, или где вы проживаете? Адрес? У меня нет адреса, потому что адрес, он для… Есть у персона, я персона не являюсь. Персона – это запись в вашей системе юридических лиц Российской Федерации. Я не запись, я живой человек, живу в теле. Как и любой человек, состоюсь с духа и с души, соответственно, да. Душа – пристанище духа, и вот это все живет в теле осознанно, да, сознание. Не будет души, не будет духа, будет просто тело, труп лежать, да. То есть дух, душа – это то, что непосредственно находится в теле, развивается, обладает сознанием, самосознанием, правом на самопределение, волей в том числе, свободой воли. И вот это есть определенная разница в понимании того, о чем мы с вами, допустим, говорим, либо не говорим, о чем, что вы не понимаете, возможно, просматривая мои какие-то последние ролики, которые мне помогают выкладывать мои, так сказать, друзья из общины, общинники. Вот, и вот, собственно говоря, для того, чтобы вы лучше понимали дальнейшие диалоги, которые я, допустим, и другие общинники ведут под видео или под аудио с представителями системы управления. Вот как бы небольшую такую я вам даю зарисовочку о том, о версии того, как устроена эта система. Я могу в чем-то ошибаться, может быть, вообще ни в чем ничего не понимаю и не прав. Но это как одна из версий, которую я допускаю, что все вот так вот именно устроено. Ну и в дальнейшем, допустим, везде же, видите, они опираются на то, что якобы мы сами добровольно со всем соглашаемся. Добровольно люди подписывали согласие добровольное на укол, непонятно чем, непонятно чего, и непонятно кем экспериментальные уколы добровольно самоутилизировались. Добровольно подписывают контракты на мобилизацию так называемую. То есть, ну понятно, что опять-таки же там везде обман, везде есть система принуждения, но почему-то в этой же системе везде требуется соблюдать принцип добровольности. То есть те, кто эту систему организовал, они потом, типа, ну они так думают, что они потом, лукавые, скажут перед создателем, создателю скажут, что, ну они же сами все это хотели, сами же себя разрешили уколоть и умерли потом от того, что у них иммунитет пропал и куча болезней началась. Они же сами пошли убивать там своих братьев, и там их тоже убили, и они кого-то убили, и их убили. Но они же сами все это захотели. Мы-то тут при чем? Это система лукавая фарисейская, она, в общем-то, издевле присутствует, и в этом, кстати, Иисус фарисеев обличал, что вы лицемеры лукавые. Но вот они так, тем не менее, эту систему простроили, что вроде как бы вы сами со всем соглашаетесь. Поэтому, как вы заметили в последних видео, я везде четко обозначаю границы моей воли, и что я, допустим, не хочу, меня принуждают там какие-то там наказания соблюдать за персону, потому что судья в несозданном федеральном законном городском суде, он не отвечает на мои вопросы, когда я ему задаю вопросы, в том числе письменно, когда я задаю вопросы, где федеральный закон, в котором вы созданы, где другие там соблюдения других законов, которые в вашей Российской Федерации должны соблюдаться. Не отвечают, но, тем не менее, достают форму П-1, и эту форму П-1 судят, привязывая живого человека к этой форме П-1. Но, я думаю, может быть, вам более будет понятно, если вы прочитаете статью под этим видео, которая как раз об этом рассказывает одному немецкого автора, немецкого бизнесмена-предпринимателя. Там тоже люди все это понимают, уже как бы давно об этом пишут, и в Америке, и в Германии, и во Франции, и в Англии. И они прекрасно понимают, что система устроена очень хитро, коварно, и она, ну, человека загоняет в рабство. То есть, по сути, никаких прав и свобод сегодня нет. У Конституции, которая была выдвинута в качестве публичной оферты, потому что она не принята в соответствии с ихними же законами, вообще она не могла быть принята вообще, в принципе. Так вот, она в виде публичной оферты как бы действует, но, по сути, никто не соблюдает из тех же самых представителей закона, там, силовиков и так далее, чиновников. Поэтому все фактически простроено на принципе добровольности, на заявительном праве, на морском праве. И это надо понимать, и вот как бы нужно в этом дальше разбираться. Я никогда не скажу, что я все знаю и все понял, я говорю это на уровне именно версии. Но надеюсь, что кто-то тоже в этом далеко уже продвинулся, может быть, какими-то советами подскажет, поможет. Но мы это все проверяем на практике. Вот вы видите, наша практика, это с автомобилями, с ДПСниками, с уголовными делами, с административными. Все это проверяем, как говорится, на ощупь методом боя, как говорится, разведкой методом боя. Не просто как бы теория изучать документы, витать в облаках, и говорить, что это должно быть так, а это так. Никогда не выйти из дома и не попробовать как-то на практике действовать. Нет, у нас именно все происходит на практике, мы это изучаем, пытаемся понять, ощутить, осознать, чтобы и самим потом было проще жить, и чтобы вам об этом рассказать. А то, что система лжива, манипулятивна, ну как бы вся построена на принуждении, на обмане, я думаю, вы все это давно уже понимаете, ну кто с мозгами. И тоже, наверное, ищите выхода из этой ситуации, как правильно с ней себя вести, и как правильно себя позиционировать в этой системе. Вот, ну давайте дальше вместе развиваться, я думаю, что следующие видео, которые будут на этом канале, они, в общем-то, вам и нам тоже помогут. До скорых встреч, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok